Любую истощенную почву можно сделать плодородной, но землю необходимо понимать, любить и беречь, и тогда она отдаст нам все щедро и сполна. Очень важно правильно распорядиться ею, чтобы такое богатство приносило плоды, которые можно использовать не только самому, но и делиться с другими. Это лишь некоторые моменты земельной темы, которые обсуждали сегодня в Волгоградском государственном аграрном университете в рамках 25-й сельскохозяйственной выставки «Агропромышленный комплекс» в Волгоградской области. Представители сельхозпредприятий, фермеры не только обсуждали комплексные пути решения проблем в агрохимии в условиях Волгоградской области, но и знакомились с уникальной для земледельцев продукцией известной компанией «Еврахим» – калийными, фосфорными и азотными удобрениями, презентация которых состоялась перед началом большого разговора в актовом зале Академии. Калийные удобрения занимают первое место среди всех удобрений, потому что с них начинается урожайность. Спрос на калийные удобрения во всем мире номер один. А мы в Волгоградской области, создав этот и строил горный обогатительный комбинат, практически выходим на международный рынок с калийными удобрениями. Сегодня Белоруссия за счет калийных удобрений на 50% содержит свой бюджет. Мы много лет являемся партнерами компании «Еврахим» и пользуемся их сложными удобрениями. По моему мнению, на сегодняшний день это является очень хорошими удобрениями, которые повышают урожайность и являются востребованными на овощном рынке. О преимуществе такой продукции, разработанной и производимой на предприятии, рассказывал на встрече с представителями фермерско-крестьянских хозяйств, кандидат биологических наук, руководитель направления развития агрономического сервиса «Еврахима» Михаил Лактионов. Эта продукция прежде всего безопасна для человека. Кроме того, она повышает продуктивность культур, способствует здоровому росту и развитию растений, усиливает их жизнеспособность, улучшает качество продукции и увеличивает срок ее хранения. В связи с этим интерес к ней не случайен. Нам очень интересно, в частности, с компанией пообщаться и поучиться у компании «Еврахим». Особенно нас интересует сольфоамофос. Сельхозпроизводитель заблуждается в том, что они идут, смысл в том, что дешевизна их привлекает к этому, и малый расход этих удобрений, и они идут по этому пути. Но результат, результат очень плачевный. Эффекта такого нет. Очень истощена сейчас земельные ресурсы, очень истощены и подкормка обязательна. О том, что земля требует внимания, к себе говорили многие и участники сегодняшнего мероприятия, и сами представители компании. Не зря ведь русская пословица гласит «в землю не положишь, с земли не возьмешь». Без трепета к этому вопросу нельзя подойти. Действительно, земля наша кормилица и матушка, и это у нас заложено с детства, в генах идет. Мы все время возвращаемся, возвращаемся к хлебу, к сельскому хозяйству. И суть в том, самое главное, что мы должны не только брать земли, и обязательно отдавать. По словам фермера из Кумыжинского района, в Волгоградской области, как, впрочем, и в стране, мы вносим в землю в десятки раз удобрений меньше, чем в той же Европе. Мы спросили его. Страдает качество этой продукции? Качество продукции не будет хуже, оно будет лучше. Объяснить это на примере поросенка. Если слишком жирный поросенок, то невкусное мясо, невкусное сало. Если он худой, то тоже невкусный и несъедобный. То есть он должен быть оптимальный. А для того, чтобы он был оптимальный, нужно добавить тех питательных веществ в землю, для того, чтобы выросла полноценная продовольственная пшеница. Он говорит, что убежден в том, что сегодняшняя продукция Еврахима крайне важна для почвы в Волгоградской области, поскольку ее применение является оптимальным для повышения решения проблем урожайности, как зерновых, так и овощных культур. Жизнь стоит не на месте. И для того, чтобы идти в ногу со временем, нужно знать все ноу-хау, которое производится в этой сфере, для того, чтобы быть конкурентно способным в своем бизнесе. Весь мир сейчас нацелен на то, чтобы с меньших площадей, производить, работая более эффективно, производить больше продукции. Мы не должны стоять в стороне от этого. В любом случае, как подчеркивали участники встречи, эффективное развитие отечественной сельскохозяйственной отрасли за счет применения удобрений сделает почву плодородной. Просто всегда надо помнить о земле, проявляя заботу и любовь к ней.